Добрый вечер. Кто такие? Откуда? Это город Омск. Дмитрий Белобородов. А где вы находитесь? В городе Омске. Так это соседи наши. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я больше не против. А в чем дело? Как плач. Мне тайны не надо. Говорите полезное. Мы говорим еще время зря тратить. Люди спрашивают. Полезный разговор это? Мы же не выгоды какой-то ищем. Никита. Щетко и твердо скажите, что не против. Ну не против, да. Давай, я слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Ну вот это как-то восстановление, которое прошло не так давно. Года четыре назад. Я занимался раньше предпринимательством. В общем. В общем, остались долги там, получается. И вот как-то все там, как бы внешне все сменил, а внутренне вот так, как-то ничего не это, не приобрел. И вот как-то вот как объяснить вам. Вам сколько лет? Да уже 37 лет уже. Мой ровесник. Вот. Как сказать. Как бы все смело получается, а что-то как-то безрассудно вот так. Ну как бы не знаю, как есть. Вот. И как-то сейчас вот выбраться не могу, как бы вот не обнаружу, так скажем. Как-то как будто все тянет, вот как вот такое ощущение, как будто вот вытягивает. Как вот, как объяснить, как вот. Ну тянет, как будто назад что-то, как болото вот тянет. Знаете, такое ощущение. Вот что-то там, что-то делаешь там маленько. Ну на работу там вышел, но эта работа, она как... Недостаточно как бы какого, чтобы вот что-то вот, ну даже покрыть, что-то даже частично там, скажем, вот. Вот какие вот вопросы у меня получаются. Ну какие житейские судьбы вот. Там, может быть, я неправильно там делал в семье себе, а сейчас скажу, как получается, что... Ну и раньше как бы я ничего не замечал, как бы матриархат, патриархата нету, матриархат, в общем, получается. Ну как-то вот непонятно, как бы я ощущаю, что я что-то как бы не то делаю совершенно, не то, что должен, как бы, делать, наверное, вот так, скажем. Все в какой-то вот, в болоте, в какой-то вот там, в непонятных вот таких вот людей. Вот, не могу пока понять это все. То ли какая-то проклятость, то ли вот как бы что-то, еще что-то. Что-то какие-то грехи мои, какие-то или что-то еще вот. Не дают мне как бы выбраться, как бы снаружи вот так. Понимаете, вот такой вот, такой вот вопрос. Ну и вопрос, собственно, такой вот, что вот, наверное, как бы по мне-то, не знаю, заниматься, вот смогу ли я сейчас заниматься, вот не знаю, после вот этого всего. Ну как бы не то, что этого всего, заниматься вроде как деятельностью сейчас опять вот как-то хочется, вот чтобы вот это все как покрыть, а пока что-то ничего не могу сделать вот так вот получается. Вы ушли из экрана, голову когда не поворачиваете, она посередочке, значит, встаньте, вам видно самого себя. А то я не говорю ничего, а у вас тоже один щупок, видать. Так, у вас вопрос в чем заключается? Как выйти из этого положения? Да, да, понимаете, вот такое вот как бы болотное какое-то состояние, положение, какое-то прелесть какая-то такая, сугубая. Как вам объяснить, собружество у меня сложное. Жена у меня, ну, не разделяя взглядов, по-моему, вот. Крестилась, когда ребенок крестил, вот, она покрестилась ради того, что не могла как-то креститься. Вот, вот, я пример, конечно, не такой, вот, сейчас хочется, как бы, чтобы я не был, как бы, как сказать, вот, соблазном, как бы, я соблазном большой вот в этом отношении, понимаете? Вот, христианин такой вот, как бы, что я не могу ничего сделать, там, зарабатываю, там, 12 тысяч, то есть я с работы увольни, там, на другую перешел. И там сокращение, ну, что-то, как бы, как бы, вот, ну, там, то, там сокращение было, здесь сокращение, вот, вот, такой вот, как бы, эти моменты, что... там, там, долги по квартире, там, по всяким, там, в общем, ну, там еще старые, где-то долги, которые остались, когда я занимался, там, налоговая, там, вот, эти вот вещи, там остались. Долги, короче, вот, опросы долгами, вот такой вот вопрос финансовый, в общем, получается, было. У вас главное, это, есть, нет? Для чего человек вообще живет-то? Ну, для Господа, как, для чего? Ну, видите, чтобы, ну, как бы, да, для Господа, наверное, так, ну, как человек живет, чтобы, вот, ну, конечно, этот вопрос у меня есть главное, да, вот, что мне делать, тоже, вот, так скажем, что Господь не сдал, да, во мне, что, вот, есть, как бы, людям дать, да, и что я, как бы, не реализовываю, вот. Только у меня, вот, знаете, образование, там, психологическое, там, в то время я что-то отчаял, там, громадил было планов, как бы, что-то как-то вот, 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 ркаюсь, ну, как бы, как бы, называемое, и что-то, как-то, у меня все в прелесть какую-то сумму покупало, что личность свою, как-то, потеряно, в общем, не знаю, ничего, и понять вот так вот, значит, как-то вот так, не можно, понимаете. А у вас есть Святая Библия? Да. Вы считаете ее? Евангелие каждый день читаю, да. Я вот прочитаю немного вам послание к евреям, 11 глава. Вы себе помещайте, бумажку возьмите, я говорю, вы коротко пометите, а потом отдельно прочитаете. 11 глава, послание апостола Павла к евреям, это последнее послание его. Хочется на 2 стиха. Верой в Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Но вот человек, если знает, что есть будущая жизнь, у него главный вопрос, как спасти душу, а если весь мир приобретешь, а душе повредишь, Иисус Христос сказал, какой выкуп дашь за душу свою? Вот эта неопределенность у вас, она связана с предыдущим. Как правило, это связано, то есть запутался, говорится, с бабьим вопросом. Мозги проедают больше всего, отнимают память, сбивают с дороги блуд. И после ты, говорит, будешь раскаиваться и говорить, почему я не слушал наставления. Просто хвататься будешь за сердце, а если еще есть дети, и она в детях посадит такое же пренебрежение мужем, то ваша вот эта неудовлетворенность жизнью, это только увеличится еще больше. И вы понимаете, что вы не хозяин, говорит, это юбочник, подкаблучник. Вовремя не отрубил, корень не завязал, и теперь, и теперь, а вот с этого положения можно выйти? Можно. Вы правильно сказали, что вот я запутался, там не знаю, и неудовлетворенность у вас ярко выражена. Но теперь только написано к евреям, 12 глава, 1 стих, Павел говорит, взирайте на начальника совершителя веры. Прямо сейчас, только кончим разговаривать. Вы исповедуете православие или к какой-то секте относитесь? Да нет, вообще к православию отношусь. Но я спрашиваю, почему? Потому что я, чтобы времени не тратить, я обычно никогда не спрашиваю. Ладно, не отвечайте, мне это все равно. Дело в том, что если вы православный, вам намного легче. Есть священник, вы можете пойти, побеседовать, на исповедь сходить, а у секрентов ничего нет. Он с самомнением давится. Вот ты помолись и все, ты помолись, и чтобы Бог открыл тебе это. Своё подлинное состояние, никогда грехи замазывать не надо. Виновен где? Не слушался родителей. Женился, не посоветовался. И дальше пошло и поехало вот до этого состояния. И поэтому сегодня тебе придется уже определенно выбрать, как Моисею. Придя в возраст, а вам уже в возраст Христов, Христов возраст 30 лет, отказался называться сыном дочери Параонова. То есть он был наследник самой великой империи по тем временам. И он отказался, а лучше захотел страдать с народом Божьим, то есть стать верующим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Это когда все у тебя есть, женщин горем, да еще и голых, все у него есть, как у Соломона. 700 жен, да 300 там моложниц будет. А когда ты веришь во Христа, тебе и одна не нужна будет. Остался без жены нищей жены, и ты бы прожил на малое, с тучайными заработками. А найти хорошую работу, это только Бог может дать. Тебя чтобы искали, чтобы твоя книжка не пестрела такими увольнениями по разным статьям. Я не о вас говорю, а вообще. Когда люди начинают искать, надо посмотреть предыдущее и выставить его не на продажу, а на сокрушение. Чтобы ты безжалостно укорил сам себя в любом вопросе. Вот тут я упустил момент. Я мог быть другим, я не искал божественного. Я забыл о вечности. Я думал о временных усложнениях. А их нигде нет, они растаяли, как дым. Ничего больше нету, ничего нету. Та же самая гниль везде. Потому что мы временные, и мы уходим из этой жизни. И когда поставлена четкая цель спасти душу, а не жизнь свою только. Бог и работу даст, и об этом заботиться не надо. Это сие. Ищите Царствие Божие прежде всего. А сие приложится. Сие это не все остальное, как говорят. Это обман. А впереди говорится об еде и об одежде. Еда. Сейчас и великий пост идет. Сухарь вот. Сейчас размочил сухарь, вон умакнул. То варенье, то что, маленько разбавил. Картошка. Все, ничего нету. Семь недель. Какие расходы-то? Расходы совсем небольшие. А одежду можно залатать. А когда у тебя дети, да жена капризис, она тебе будет требовать люстру богатую. Тебе сейчас забот много. На молитву о себе, о жене. Все, и прямо сказать, с сегодняшнего дня твое владычество, голубушка, кончилось. Сходи сначала, если к православию относишься, обязательно сходи к священнику и благословиться. Чтобы он какой-то даст совет. А потом на меня снова выйдите, я скажу, что он сказал правильно, что неправильно. Простите меня, но, знаете, она меня воспринимает так. Когда у вас были, знаете, у меня скандалы, там лютые вещи, которые, как объяснить вам. А вас как звать, звать как? Дмитрий, Дмитрий. Ну, Дмитрий, слушай внимательно. Но? Жена на вас смотрит на вчерашнего. Кто там? Она знает, какой вы, знает ваши недостатки. Это самый лучший следователь, прокурор, обвинитель. И палач, в одном лице она для вас. Но она увидит вас другого. Я с вами разговариваю не о прошлом, а о будущем, каким вы должны стать. И когда она увидит вас другого, а Господь ей на сердце положит. Не вздумай нигде на жену руку поднимать. Это самая последняя уже степень безумия. Никогда пальцем не прикасайся. Только молись, больше ласки. Внимание. С сегодняшнего дня, вот сейчас только кончим. Все, бритву уничтожь, не брейся. Она увидит, будет против. Ты уже держи, скажи, я мужчина. Это моя власть на женщины. Зачем ради я ее сбриваю, как баба? Не две мамы в доме, а одна. Ты глава. Ты иголка, а она нитка. Мудет с узлами. Ничего, распутаем узлы. Чтобы она увидела в тебе другие рассуждения. И ты утреннее, вечернее правило соблюдай. Открыто молись. Это все можно не через 10 лет, в течение одного дня переменить. В течение одного дня Моисей решил, дочерь фараоном, не буду я больше фараоном. И он пошел страдать с народом Божьим. С народом Божьим. А с народом Божьим это не просто так. Это выбор. Когда брали, когда убивали. Сегодня этого нет. У нас в государстве свобода. Удивительная свобода. Просто удивительная. И вы поймете, что вы нужный человек. А вы в таком состоянии пришибленном. Она вас уважать не может такого. Женщина уважает человека, которая стоит на ногах. Не в заработке. Нет. А именно, даже если тебя арестуют где-то за слово Божие, она тебя никогда не бросит. А отойдет, значит, это не ее путь. Но я, как правило, знаю такие, которые бросают мужей, не верующих. А верующие наоборот. Ее поддержат со всех сторон. Быть верующим выгодно со всех позиций. И вот с этого положения вам выйти просто в один день можно. Начинай молиться. Сейчас закончилось все. Стань от своих верующих перед иконами. Не то, что икона, а в том направлении. Если ты баптист или кто-то, стань где-то, сложи руки по-своему. Я не баптист. Все, я православный. Я вам говорю. Мне не надо вашу веру. Я просто говорю, какой вариант-то. Ты рано или поздно, если ищешь Истина, но ты придешь к православию. Другого нет. Все остальное это придумано в веках было. Они не церковь. А взять многое от них можно. Хорошие люди. Каждый день читай Библию. Познавай его волю. Начни с Нового Завета. И если у вас в дальнейшем возникнут вопросы, через две недели можете выйти на меня. Да вопрос о несчастье. Дело в том, что я и говорю вам. Дело в финансовых вопросах, в долгах, в квартире, зато они как бы и лезут в эти вопросы. Потому что не хватает возможности оплатить накопленное и так далее. И они лезут, протекают всякие эти вопросы. Они постоянно протекают эти вопросы. Я не могу это как бы убрать. Это вот как у меня прошло, началось это вот. Как бы пелестная такая вот. И вот так вот все вот. Вот. Как стараешься что-то вот стараешься. Ты стараешься, ты не стараешься. Как бы ты умение, то опять твой как... В общем, вот как будет такое вот. Ну а то, что ты не на своем месте, я это понимаю. Вот я про это вам говорю, что... Это я понимаю, про что вы говорите, что вот, да, вот... Как объяснить, скандалы начинаются, большие скандалы, как бы... Когда я, допустим, много начинаю как духовно, да, там, причащаться там чаще, да, там... Ну, как бы по духу больше, да. Начинаются там у нас скандалы постоянно. Что, Сэл, причащаться сейчас, что ли? Этого не надо делать причащаться. Какое вам причащие? Нет, сейчас-то я нет. Я говорю, ну, когда-то вот было вот. Нет, вы, Димитрий, послушайте внимательно. Вы на себя сами взгляните, как на вчерашнего. Принесите во всем покаяние, перед Богом, перед женой, в чем неправ был. Она будет говорить, это ее дело, но вы ей дайте знать. Скажи, я с сегодняшнего дня желаю слышать голос Божий. Не что-то больше. Вот эти места прочитаю, как Моисей. Моисей сидит, лодка у него, а рядом проплывает там поношение, и он за это бросился и ухватился. Я буду с народом Божьим. А поэтому надо знать, как народ Божий живет. Это все выправляется. Притом выправляется не 10 лет. Вот он сейчас шел, гонитель, прокурор, он у него такие... И вдруг свет осиял, он упал, встал, что повелишь делать. Все, теперь временное греховное наслаждение ушло. Посты мне не нужны. А он фаворит был у президента. Все, теперь с народом Божьим страдает. И Савла получится Павел. Если был Савл, его бы никто никогда не знал. А сегодня на всех языках мира его имя поминается. Он апостол. Изменение произошло сразу. Он встал и ослеп. То есть это зрение ему не нужно прежде. У него новое зрение вызревает. Три дня пройдет, и он увидит другими глазами свою жизнь. Он приносит покаяние. И теперь его будут киллеры ожидать. 40 киллеров. Ни один, ни два. Они заклялись ни пить, ни есть, пока не убьют. А это его вчерашние соратники хотят убить. Он изменил. Он изменник. Потому что ему доверили, как государственные органы, преследовать христиан. А он стал христианином. И ты скажи, я заботился о том, о том, хлеб насущный, Бог даст. Работай. Но не убивайся никогда из-за этого. Долги погасить немедленно. Две-три работы взять. Погасить долги и в долг не брать ни копейки. Дмитрий, я не где-то живу, на этой земле. У нас у отца десятеро детей было. Десятеро. У него руки вот так нет с фронта. И вместе с матерью полкласса не кончили. И ни один не воровал. И все обеспечены. Как? Работать учили нас с пяти лет. Мы уже работали. Это здорово так. Куда бы ни поехал, я везде нужен. Приехал в совершенно незнакомая область. Московская там или в Германию. Что бы ни коснулись, я знаю. Пожалуйста, профессия. И ты скажи, я желаю знать хорошие профессии. Самое лучшее земледелие. Жена не поедет в деревню. Самое лучшее приложить туда силы. Все растет, свое не покупать. Вот тебе уже меньше. Транспорт не ездить уже не надо. В бане своя нигде платить не надо. Ну за свет только. Мы с нуля строим православную деревню. Это очень и очень непросто. Очень непросто. Двадцати с лишним тысяч потерянных деревень. Мы единственные на таких принципах не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Двадцать пять лет мы простояли. Да, мало людей, но не во множестве истины. Что, что мало? Двенадцать апостолов было, а нас больше. Если вы на это настроены, вы попали в нужное место и в нужное время. Если вы думаете просто так, поиграть словами, ничего у вас не изменится. Я вам отвечаю по-серьезному. Я не знаю, насколько серьезно вы это говорите. Я отвечаю так, как у меня нет никакого противодействия внутри. Я с вами заговорил, у меня нету отторжения вашего. Бывает, начинает и видишь лукавый. Лукавый-то я вас не подозреваю в этом. Поэтому я даю ответ четко и ясно. Молитва. Счастье, Слово Божие. Жене во всем принеси покаяние и скажи, старого больше не будет, я другой. Ну, я понял, что этот шаг рождается в ситуации, когда Господь управляет, да? Это шаг покаяния, изменение сознания. Но я еще наставил обязательно сходить к священнику. Побеседовать, исповедоваться, не причащаться. То есть вы закрепите это властью, которую Бог дал священнику, разрешить тебе от прежних грехов. И далее измени отношения. Женой только ласка. Ни одного грубого слова. Промолчи. Чуть часов в сторону отошел, помолился. Она будет зазирать, тебя бросит. Не сыпляйся за нее. Если она тебя от Бога, Бог устроит все как в лучшем варианте. Постоянное поношение там и все это, в общем, все такое. Потому что раньше было по-другому, а сейчас это вот так вот, как есть. В общем, вот такое вот, то есть, как бы, что получается, что она там, значит, сейчас начальник отдела, в общем, ну, в луковое положение. Да, и тихо. За ребенок нет. Какое образование у вас? У меня, получается, психологическое образование. Я хотел, как-то, не работал. Не работал по психологии. Вот, вообще, не меня, к сожалению. Начал там предпринимательством заниматься, торговлей. И вот, и вот так ушел, как бы, туда. Так, а вы не хотите работать на стройке? Я строитель, поэтому я знаю, первое, это сельскохозяйство. Второе, по важности, это текстильное тело прикрыть. А третье, построить жилье. Пока подсобным. Потом каменщиком. Деньги хорошие платят на свежем воздухе. И ты будешь смотреть, вот, дом, это, я его строил, сыну можешь показать, дочери, родным. А так, что ты был? У кого ты психиатр, когда ты развалена? Трухлядно. Ну, это он-то все и делал, да. Психиатр это человек, который, да даже специальности такой нет, а то духовный работник. Он понимает, душу проникает, психия это душа. Да, да. Так, еще вопросы есть? Ну, да, вот, как вы говорите, вот это вот, пробуй, вот это сделай. Ну, нет, другого пути нет, один путь. Это не один из путей, а единственный. Христос вертия есть путь истинной жизни. Встань на этот путь. Считай слово Божие. Утром, вечером молитва. Сейчас идет великий пост. Ни мясного, ни молочного, ни яйца, ни рыбы, чтобы ничего у тебя не было. До Пасхи. Это я не ем, это я не ем. Я вот просто говорю вам, что, вот, я говорю, что вот в этих скорбях, как бы, вот таких вот, все вот, 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 у меня вот такого вот, у кого мы привели. Это страшно. Слушай внимательно. Понимаете, что вот, как бы, как воронка, как бы, которая там сзади, как бы, тянет, понимаете, вот, вот, все вот это вот, вот, чего просто. Уныние приводит к отчаянию, а отчаяние приводит к сумасшествию, и человека желание наложить на себя руки. Нил Сенайский говорит, согрешить, то есть неправильно поступать, это дело человеческое. Но отчаивать это дело сатанинское, сатанинское. Никак, ободрись. Писание говорит радости. Завтрашний день будет хуже. Ты не парализованный. Я знаю одного человека, он 14 лет парализованный. У него авария была большая. И он людям помогает, ни одному, ни двум, а сотням и тысячам людей. Он работает. Работает за трех мужиков, у него ничего не шевелится. Вот так все скрючено, он вообще ничего, ни один орган не работает. А плечевой сустав только. И посмотри, что он в интернете делает, иконописис. Понимаете, это все в человеке. Надейся на Бога. На Бога надейся, и Бог внезапно даст работу, тебя будут искать. Ну, не психиатром работает. Посмотри сам. Я говорю, куда? Пойти на стройку. Нет, там приобрети специальность, которая что-то делает. Павел говорит, что работали своими руками. Что было из чего уделять нуждающемуся. Плати десятину в Церковь Христову. Священству. А что с тебя взять, когда гол как сокол будешь? Никак. Притом, это делать надо сегодня. Господи, а как дальше, я не знаю. Доверяюсь тебе, мой Иисус. Ты умер за меня. Я дорог для тебя. Ты меня кровью омыло искупил. Исправь меня. Наставь на путь истинный. Покажи, где я должен работать. Где моя ячейка. Куда мне войти? Прямо с Богом разговаривай простыми словами. А потом научишься церковные молитвы, утренние, вечерние. Ни в какие секты никуда не приближайся. Не ходи. Там тебя обласкают, денег дадут, и душа в ад пойдет. Я спрашиваю, вы курите? Нет. Вы пиваете? Нет. Уже легко разговаривать. У вас свежие мозги. Притом сейчас. Только мы кончим разговаривать, я вам скину наши ресурсы. Вы зайдите на наши. Как вы нас нашли-то на Ютубу проще? Да, вот разговаривал брат наш, так сказать, во Христе, вот недавно с вами, вот, Виталий. Да. Вот, вы с ним там. У меня, собственно, какие же проблемы, собственно. Я проблемы слова не люблю. Я его выбросил. Вот назвать это не хорошо. Да, да, да. Задача, ага. Вот. И вот мы с ним общаемся. Мы недалеко здесь живем по соседству. Вообще с детства знаемся, так скажем. Вот. Занимались вместе там на спортивной секции. Вот. Вот он мне, так скажем, да. Мы общаемся с ним. Ну, вот так. Я сейчас внесу под скайпом, скину наши ресурсы, чтобы вы могли зайти там и в форум, зарядить поисковик, общий поезд. Найдете любую тему. Тут у нас много на ютубе, на сайте. И вы, это вам поддержка будет очень сильная. Там вот я отвечаю на вопросы по папкам на сайте. Там по работе, допустим. Ты раз по работе. Отношения в семье, с женой. Ты найдешь ответ, который Бог дает. Не я даю. Я ссылаюсь. Сказали святые отцы. Такие каноны. Вот жития святых. По четырем параметрам вывожу на нужную дорогу. Если вы думаете менять по-другому, не откладываясь. Сегодня, не завтра. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Завтра нам не принадлежит. Это сатана обольщает. А вот завтра я встану. Вставать нужно рано. В 4.40. Постепенно перейди на этот график. А ложиться время покажет во сколько. И обязательно, желательно, чтобы была хорошая специальность, работа руками. С лесарем каким-то, токарем там на заводе, в ремонтной мастерской. Надо посмотреть. Если машинами разбираешься, где-то... Ну, то есть я не знаю, что вас тянет. Вот я строитель. Закончил техникум. Я всю жизнь был при хлебе. И сейчас даже могут меня позвать. А мне 77 лет. Печь сделать, застеклить, крышу покрыть. Что угодно. Потому что это необходимо. А другой проживет мужик себе пуговки ни одной. Не прищет и говорит, что шнурки не может завязать. Но это не годится. Жена не может уважать вот такого хлюпика. Ты должен показать ей, что надежно. Она надежной стеной стоит. Чтобы она почувствовала, кто ты такой. Уважать, точнее, уважать. Что она тебя такого не бросила еще растяпу. Ты просто поблагодари ее. Скажи, я хочу быть другим. Поэтому, если можешь, то помоги мне. Не наседай меня. Подчиняться не буду. Если ты подчиняешься подкаблучщик, на меня больше не выходи. Я их не хочу видеть даже. Это они люди совершенно ни к чему не годные. У меня все развалено. Я про это и говорю, что мне это не устраивает. Наоборот. И на чужих женщин никогда не гляди. Опусти глаза и пройди мимо. Все это временно. Ей не дай есть одну неделю. У нее провалятся глаза, и черви капошиться будут. А то глаза глубокие, озера. Эти озера можно мизинцем дно достать. Она хитрое создание. Сеть расставит, говорит, ты в селках погибнешь. А благоразумно избежит ее сетей. Мы считаем и притчах Соломона. Горьше смерти женщина. Горьше смерти. А смерть, это последний уже вздох. А она еще хуже. Она будет извращать, поносить тебя. Ты скажи, я заслужил это. Потому что я не сохранил себя. Не венщины там жил. Найди в себе по этой отрасли какие-то пороки. И обвиняй себя. Наложи эпитемию. Сейчас пост скажи женой, чтобы даже женой. И то не положено с женой быть. Ну вот, тем более. Так, если вопросов нет, я отхожу. У меня время очень жарко. Хорошо, хорошо. Все, благодарю, что пришли. С Богом. Через неделю может ролик стоять. Храни вас Господь. Ваш пример хороший был. Ничего позорного мы не говорили. Тайны мне никакие не надо. С Богом. Перекрестись рукой. Как, умеешь? Перекрестись. Соверши крестное знамение. Продолжение следует.